Во имя Отца и Сына, и Сына, и Господи, и Матери, и Братья, и Сестры. Спасибо, Господи, за Ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь, Всей Добрый Памятник, Сидителя Филиппа, Митрополита Московской и всей Руси, Мечерокворца. Этот Угодник Божий был из богатого горящего рода Полочевых, и ему была готова блестящая политическая карьера. Приговорил он с детства, был близко, знаком, и дружил с будущим царем, то есть мог все благожизни, которые можно купить за деньги, приобрести власть и иметь. Но он был воспитан благочестией, особенно своей матерью. Матери это те, кто делает очень много для воспитания своих детей, сыновей, очень много святых воспитанных, материальных, без отцов, когда отцы умирали, погибали где-то на войне. И много святых было воспитано благочестией, именно женщинами, материальными. И точно так же Федором Полочевым был воспитан матерью благочестией. И получилось блестящее светское образование вместе с будущим царем, который, будучи к управлению государства, который был отец, научился эмонским искусством, который должен был владеть дворением. Но Федор Полочев видел лучшее и большее, даже то, что мы можем приобрести с помощью денег и власти. Видел Царствие Небесное, видел благодать Божию, видел будущую жизнь. Потому что видел их здесь в церкви. Матери был в церкви на исповедном участии. И все это открылось. И он стал счастливым человеком тем, который не стал бегать за властью деньгами, или искать суетно, чтобы еще приобрести деньгами. Такие еще разности жизни. Как еще утешиться. Но в итоге, хотя, еще больше и больше печали от того, что, братья и сестры, многие переживают, учимся, общим страдаем за то, что у нас, как нам кажется, мало денег, мало власти. Нам хочется больше денег, больше власти над людьми, чтобы больше себе приобрести удобство, комфорт, отдать и удовольствие купить с помощью денег. Но это, братья и сестры, путь в никуда. Очень многие богатые люди, святые гнезья русские, смотрелись именно святыми, монахами, отвергаясь этого пути, отвергаясь удовольствия светских, оставляя все богатство и младе кому-то другому, идя служа Богу. Служить Богу, молиться, спасать свою душу. Вот это есть истинное и наивысшее счастье для человеческой души. И в житии этих увольников Божьих нам об этом и говорит. Святитель Филипп ушел на север, там молился, подвязался, потом дошел до монастыря, одно из самых северных и веких наших монастырей, которые находятся около Семерно-Полярного круга, в очень жестких условиях, на Соловецких островах, в Госиме-Савате Соловецкого. В этом монастыре он выдавал себя за простого человека, за плотника, работал плотником, работал в хлебне, делал хлеб, делал проспорт, пивок рубил, дрова, истопником, исполнял прослушание стопника, но очень скоро все-таки увидели, что этот человек очень образованный, получил лучшее образование в свое время, очень умный, сообразительный, с инженерным мышлением, и очень благочестивый. И его брать избрал игуменом, и при игумене на Филиппе монастырь расцвел. Появился новый соборный храм, появились рыбные ловли, появилось хозяйство, появились киты на разных островах. И вот этот монастырь, где там очень сухая природа, даже в августе там очень холодно, и надо в одежде ходить, в зимнее-осеннее, потому что там лета нет вообще как такового. И мало что произрастает, сухая скалистая местность, он там насадил и сады, и поля, и монастырь, благодаря его молитву, у нас все процветает. Когда потребовался предстоитель Русского престола, царь Игорь Грозный попросил, умолял митрополита Филиппа, чтобы он оставил свой монастырь и пришел на московскую кафедру. Но митрополит Филипп не хотел власти, не хотел блестящего положения, первенствующего положения в нашей церкви, не стремился к нему, не искал почести при дворе и похвал подчиненных ему людей, зная, что от этого мало радости, братья и сестры. Но царь его уговаривал и заставлял, говоря, что сейчас нужно послужить Родине. Нет достойного кандидата на этот престол митрополита. Еще не было патриаршества на Руси. Были были только митрополиты. Царь говорил, что нет достойного кандидата на этот пост, на это предстоительское служение. Митрополит Филипп за послушание, для того, чтобы послужить Родине своей, он согласился это послушание исполнять. Но еще и снова взял обещание царь, что не будет власть обличать, хотя служение предстоятеля поместной православной церкви, патриарха и митрополита, оно состоит не только в том, чтобы служить власти, помогать ей народ, побуждать в церковном благочестии, в служении Родине. Говорить о том, что, да зачем же критиковать эту власть, зачем же ее ругать и поносить. Мы только в злобу приходим от этого, а власть от этого лучше не становится. И вообще никого ругать не надо. Надо помогать власти. Хочешь, чтобы было лучше в своей стране, начни с самого себя, делай свое дело лучше. А то мы ругаем кого-то другого, забывая о том, что о своей ответственности. И свое дело делает Бога. Учим всех, кто что должен делать, как должен управлять властью, министры государства должны управлять, и президенты, как врачи должны лечить, как военные должны воевать. Мы все это знаем. Мы только не знаем, как я должен жить на своем месте. Мы не знаем, как заработать денег для своей семьи. Мы не знаем, как защитить диссертацию, как получить образование, как еще сделать изобретение какое-то. Мы знаем, как сделать дорогу, которую я строю. Но как те люди работают, мы знаем, мы их учим. И вот церковь говорит, что это неправильно. Это величайшее заблуждение. Со стороны, конечно, легко кидать советы. И каждый умнит себя героем, видя бой издалека. И каждый умнит себя великим футболистом, сидя на трибунах, среди болельщиков. Но ты будь великим футболистом в своем деле, и будь героем в своем бою, в личном бою. Вот об этом учит нас церковь. Не надо ругать власть, надо помогать, надо, чтобы каждый делал добросовестно, свое дело, перестал воровать, обманывать, долгать, притворяться, что он делает что-то нужное, изображать это. На самом деле, то не ясно. Давайте это прекратим дело. И наладится жизнь, и дороги другие будут. И все будет другое. А если каждый учит других, как они должны делать что-то, а сам делать свое дело плохо, то и будет плохо везде и всюду. Вот об этом учат церкви, об этом учат патриарх. Но при этом митрополит и патриарх все равно обличают о грехах и недостатках человеческих. Даже царей. И особенно царей. Потому что от царя много зависит. И вот он, митрополит-черей, попал в такое время на Руси, когда у власти был царь, которого оценить однозначно невозможно. Так и любого человека. У нас есть разные грани натуры. Но очень похоже вот состояние служения царя, которого называли Грозным, Иоанна Грозным, на состояние прелести духовной. Ибо он ходил в монашеских одеждах, но самовольно. Его никто не было сравнено монашество. Но он считался как бы монахом, но при этом не отвергался морских удовольствий. Очень напоминает состояние души людей, которые, они знают, что такое благочестие. Они выискивают среди священников волков или пастырей, обличают их. Этот полк пастырь, а этот настоящий пастырь, по каким-то известным критериям. Эти люди считают себя святочами благочестия. Они сообщают во всеуслышании, что семинария Академии это ничего не значит. Образование духовное ничего не значит. Что значит? Мое личное мнение обо мне значит больше всего. Считаю я себя святочем православия, критерием святости. Вот это значит. А то, что кто-то учился, кто-то отвергся себя, принял монашество, отказался от мерзких удовольствий и от семейных радостей навсегда, чтобы Богу послали, это ничего не значит. Я вот значу больше всех. И вот это и есть тоже состояние прелести. Когда человек ни от чего не отвергается, ни монашество не принял, ни священный сан. Если ты такой святошь православие, иди на приход. У нас священников в селах не хватает. Города, как и многое, где много доходов, много прихожан. В селах, где пусто, где две-три бабушки стоят на службе, храм разрушен, и его всего нету. Петь некому в храме, жить негде, доходов нету. На это место не рвутся, это святочи православие. Они рвутся обличать священников и разбираться, кто из них волк, кто из них пастурь. Вот точно так же очень похоже на это. Ярм Розный ходил в монашеских одеждах, но монаха мнил. Не хлебал вот эту горькую чашу, скрешение, скорби, и послушание, которое проходит монахи, чтобы со святыми. То есть мнил себя святым, мнил себя монахом, но при этом монашесто жизнь не вел. Его опричники ходили тоже в монашеских одеждах, жили в Александровской шараде, вставали ночью, очень много молились, а потом садились на камень и в этих же подрясниках летели по всей Руси, убивали и резали людей. После молитвы, после всенощного гдения. У нас эти люди тоже, которые по всей длинной бороды, многие из них подрясники, носят, но не хотят идти на приходы, не хотят идти в монастыри. Монастыри у нас пустые, послушников нет, никто не хочет слушаться. Эти люди тоже получают, могут очень много молиться, но при этом от молитвы получают удовольствие. Удовольствие. Отчего от молитвы получает человек удовольствие? Невероятное удовольствие. А от того, что он себя восхваляет во время этой молитвы. Как Харисей, который стоял в храме и говорил, слава Богу, что я не как прочие человечески, мытари, хищники или прелюбодеи, или как все мытари. Я двократно молюсь, двократно почувствую веру, десяти надо ее храму. И вот он стоял там себе, услаждал время молитвы, гордынию. То есть, нахваливал самого себя. А отчиславия, когда нас хвалят, мы получаем удовольствие? Получаем. А когда в церкви ты себя нахваливаешь сам, ты получаешь вообще невероятное удовольствие. Ты можешь стоять на моих часах, вот так вот, закатив глаза и говоря себе, ах, какой я хороший, какой я молитвенник, какой я правильный. И мульти это, что это есть благодать Божия. Это не благодать Божия, это фарисейское отчиславие. И это в нашей церкви очень много есть. И это очень похоже. Мы не знаем, что было в душе нагрузного, но очень похоже, что именно так. Потому что плоды были страшны. Он убивал, резал народ, потом бежал в церковь и вкарился. Он лично отрубил голову, лично достал меч и отрубил голову игумену в скорпи чешского монастыря Корниля. Он вышел слепом и солим встречать царя, песнопение церковного. А тут выходил меч в ярости убил этого человека, который хронизирован церковью причислен в блитку святых после этого события. Но это так поступает святая? Нет. Так поступают прещенные люди, которых в церковь очень много ходят, много простятся, но это получать удовольствие. Этих прещенных людей сейчас у нас группа навала. Огромное количество. Особенно вот эти яростные церковные, которые ищут и обличают мнимые грехи духовенства, патриарха. Иоанн Грозный тоже обличал грехи патриарха, то есть митрополита Филиппа. Он считал плохим, а себя хорошим. Потому что митрополит Филипп обличал его греха и говорил, не должен убивать людей. Но не только митрополит на местом месте, на главном месте, на самом приятном, и говорил, нажри мясо. А тот боялся иродивого, он боялся только иродивого Христа Рай, потому что знал, что иродивый никого не боится. Он не боится самого страшного для человека грешного. Он не боится, что про тебя скажут. Он не притворяется никогда умным, он не притворяется никогда благочистил. В нем нет идола гордыни, которым мы поклоняемся всем. Боится, что про нас скажут, проявить умные вещи, не боится ничего, говорит правду. Ему все равно, что с ним сделают. Ему самое главное, что сделает с ним Господь. Выстрел в воду и в раю. И поэтому иродивый, лас иродивого Христа ради, это глаз народа Божия на Руси. Глас Божий, непререкаемый, неоспариваемый, неповторимый, потрясающий голос с неба. И вот он так ласково и смиренно перед этим иродивым Гривасенька такой коз же, я не могу мясо есть. Говорит, да, коз, мясо не можешь есть, а человечину жрешь. И народ этот весь стоит и слышит, что говорит ему родивый, который никого не боится и ничего не боится. Кроме Бога. И царь ничего не может ответить. Царь, на который боялись косо посмотреть, который в прелести такой был, что за косой взгляд людей орвал на части. Не говоря уже за плохое слово, а тем более публичное оскорбление. Это не оскорбление, за тем не оскорбляют, они обличают наши грехи для нашего покаяния. Но с митрополитом Филиппом, он не так его боялся, как Христо Роди Роди Руси Блаженного. Царь отправил его навечно, пожизненно, во строк, в кандалы. Это тоже исторический факт. Те люди, которые говорят, что вот, царь был святой, я могу нам молиться, даже святой, один святой, другого святого, представителя церкви, может отправить в фирму навсегда, в кандалы, стать мучителем святого, стать его гонителем в канализированной церкви. Разве святой может так поступить? Немилосердно за то, что тот святой обличал, нельзя убивать русских людей в таком количестве. Правильно царь поступает. Хотя и кается святого греха своих. И вот святитель сидел в этих кандалах, молясь о Господу. И именно поэтому святой он, что находясь в мучениях за правду, которую говорил от Бога царю, он не роптал, не размущался, не обижался и не ненавидел мучителя своего. Если бы он сидел, размущался и обижался на того, кто сделал боль и скорбь, никогда бы не странно. Просто с тобой грешником и в ад бы пошел. Потому что ненависть, злоба и обида это адские состояния, это грехи страшные. Поэтому Господь нас проверяет малыми испытаниями, где там что-то у нас про кто-то не что сказал и обличил нас в нашей неправде, а мы тут же обижаемся, злобимся, плачем, рыдаем и истерички закатываем. Разве это похоже на то, что делали святые, как они жили. Нет. Поэтому мы такие малюсенькие и еще такие даже может не владеться зародыши духовные. Пока истерички закатываем и обижаемся на обличение наших грехов. Справедливое обличение. А что уже говорит о заповеди Божии, что а ты проклинающих тебя но расставляй и добро творящим напасть. Где это заповеди, где мы? Какое расстояние нас разделяет, какой конус? Если у нас справедливое обличение, доброе обличение, спокойное обличение, наши греха реагируем истеричкой и расстройством психики и унынием постоянным, хроническим, многодневным. Давайте будем уже из-за родушек хотя бы в младенца превращаться, уметь терпеть, принимать обличение, видеть свои грехи, каяться и исправляться, а потом возрастать духовно, чтобы уйти к этой заповеди, чтобы Господь смог попустить нам проклинающих и чтобы ему смолиться и восстановить, чтобы стали святыми. И вот митрополит Филипп проводил в темнице свою жизнь, когда Иоанн Грозный обрываем очередной идеей о своей святости и о наказании грешников для кого-то там, для гонтовщиков, послан Малюта Скуратова своего палача, руководителя спецслужбы, который руководил опричниками в монастырь, вот раньше где в кандалах находился, митрополит Филипп, и сказал, возьми мне благословение, иду в поход очередной, воевать с русскими людьми. И когда Малюта ушел к мюнханеру, святитель сказал, я не буду басать убийство русских людей. И Малюта как его не мучил, не смог добиться от него благословения от этого изнемогающего физически, измученного жаждой и голодом в кандалах находящихся старца, слабого физически немощного, но сильно не победила духом, как и всякого человека, кто с Богом живет. И Малюта Скуратов набросился в ярости, видя, что он побежден, что он ломал многих людей, сильных людей, воинов, пытками, вырывал из них любые признания, все, что хочет, но этого старца измученного, непобежденного, силу Божию не смог победить, ни запугать, ни замучить. И в этой ярости, в этой нервности, которая приводит к своей воле, я хочу, чтобы он дал благословение, а он не дает. Он набросился и задушил святителя Филиппа, митрополита Московства и вся Россия Чудотовства и исповедника Христова. Вот что было во времена Яна Грозного, земножения святителя, а сейчас святитель Филипп, у Престола Божия находится внеизвечерной радости, внеизвечерной благодати Божией и молится за нас грешно, и ведет нас по своей же дороге, по своему пути, чтобы мы не искали богатства земных и земной власти. у него это был как век, и оставил живя жизнью простого человека и монаха. Показано мне, братья, сестры, это иллюзия, не надо за тебя, не надо переживать за этого, оставаться, ищите жизнь во Христе, в жизни со Христом. Чтобы мы искали исповедничество веры, чтобы мы не боялись что-то сказать о Христе или помощь нашим ближним, но с любовью, без злоба, обречить их, показать грехи, чтобы они справились. Не бояться что про тебя скажут, не бояться наказаний каких-то человеческих от властей или от наших ближних, или дальних, или несчастующих, но бояться только Христа научать его жизнь. И научает нас его жизнь тому, что человек непобедим, невозможно ни сломать, ни запугать, ни заставить, ни уничтожить человека, который с Богом живет и по воле Божьей живет. Помоги нам, Господи, чтобы мы были таковыми, живи по воле Божьей. Не боялись запугивания сатаны, которая не пускает нас на божественную воскресную литургию, говорят, там будет скучно, там будет трудно, долго стоять. Не боялись запугивания сатаны, которая нас запугивает, что не надо поститься к причастию, а то захочешь колбасы и будешь мучиться, а надо поститься. Не боялись запугивания сатаны, что надо исповедоваться по грехам, а вдруг батюшка тебя начнет осуждать. А надо всю жизнь притворяться лучше, чем ты есть, скрываться из них. Чтобы, барыш, чтобы тебя уважали, чтобы тебя ублажали. Вот эту ложь сатаны слушать и идти на исповедь, исповедоваться, и причащаться к телу Христу. Не бояться запугивания сатаны о том, что тяжело читать эти ничем, не молитвы. Будем читать эти молитвы. Не бояться запугивания сатаны, что не давай милостынь, а то тебе на мороженку не хватит. Захочешь мороженку, а у тебя не хватает. Ты отдал кому-то, помог милостынь. Отдавай милостынь. Господь тебя возбодрит, вернет, и боли тебе даст. Не бояться никакие запугивания ни от сатаны, ни от ветров, мира сего. Не от самих себя, от суетных страхов отвергали. Но жили по святой воле Божией. И исповедовались, и причащались, и молились. И жили вместе со Христом в молитве, пребывая и в православной церкви, дна послушания, и в православной церкви здесь в раме пребывая, в радости духовной, любви, спасения и жизни вечной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...